Привет! На поездке неона с вами сегодня АГСики, которым апнули практически всё, что только можно было апнуть. Прочность увеличена со 151 до 192 единиц. Скорость полёта снаряда увеличена на 25%. Улучшена точность. Влияние скорости машины на точность стрельбы снижено на 38%. Увеличение разброса после выстрела снижено на 25%. И скорость сведения прицела увеличена в два раза. Вот такое вот целое полотно изменений случилось с этим оружием в одном из последних патчей. Сегодня в эфире будет крафт поменьше да попроще. Здесь два ГЭСика, одна улучшенная НЕРПа, собрано всё на базе кабины РЫК и толком-то больше ничего в этой тачке нет. На 5921 очко мощи вышла машина. А стоп, ещё один важный модуль — это боезапас с увеличением эффективности на 56%. Ну и сегодня начнём с наземки, но живучесть и эффективность этого оружия на Ховеркрафтах тоже обязательно как-нибудь проверим. Главное сейчас вспомнить вообще, как играть с этими штуками, потому что последний раз они у меня в руках лежали больше года назад. А это, блин, не хухры-мухры, да, Кристен? Я как-то по привычке пытаюсь взять совсем другое упреждение, совсем другой навес, а они тут вообще уже не требуются. Требуется, конечно, далеко не в таком виде. О, паучок какой красивый. Давай, накидаем, 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 и убежим. Хэллоу, ты ушёл, ты ушёл. Он там с Тирсом, кстати, вот под Тирс что-то вообще не хочется, погоди. Под Тирс надо сразу вблизи выходить. Под эту штуковину. Обломал Милико вообще прямо грамотно. Фу, блин, какой шикарный первый бой идёт. Хотя по репутации показывает Оприт. По репутации... А, это не Тирс, блин, мне почему-то показалось, что Тирс, я не знаю почему. Показалось, показалось. Так, ладно, паучок уходи, паучок ушёл хорошо. Паучок либо меня не видит. Он здесь, он здесь, он где-то здесь. А теперь я не вижу паука. Не так страшно увидеть паука, как потерять его из виду, как говорится. А, вон он вообще. Красиво накидал ещё. Так, и Союз задохнут. Впрочем, ничего необычного. Подожди, сколько у меня там, 140 и 138? Этого Союза сейчас заберут. Погоди, не лезь туда, это Алик. Ладно, ладно, это Алик. Так, а сейчас мы с вами будем вести партизанскую войну. Каким-то макаром. Блин, я не хочу, чтобы у меня сразу самый первый видос, самый первый бой видоса начинался так. Это... Ж вообще, Ж. М-м-м, ты короче. Так, одна пушка у него минус. Перегрев, 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 перегрев. Блин, там дробовод, что ли, ещё? Охренеть, там ещё дробовод. Ну, песец. Ладно, тебя хотя бы заберу уже. Да на этом успокоимся. Там реально ещё и дробовод у него. Ну, капец. И одна, одна. Блин, одна пушка у него только оставалась. Всё, поражение. Охренеть, вот это вообще жесть. Бодрыт лучше, чем кофе, который у меня тут тоже есть. 1354 очка, 4 фрага, 1 ассист. Вы что, прикалываетесь так начинать-то жёстко? 9500 репа сразу. Ну, нахрен. Вообще капец. Всем приятного аппетита. Здравствуй, Бернт. Да, паучок, ты очень молодец. Так, Бернт, до свидания. Суточка первая есть. А паучка, кстати, скорострельные автопушки там. Их тоже хочется посмотреть, а скоро уже посмотрим. Так, Алиса, ты как-то больно серьёзно свою морду выпьёла тут. Опа-па-па-па, это кто? Здорово, летун! Так, я летуна там немножко что-то где-то как-то подбил. Давай вот эту штуку теперь ломать. У него тоже, блин, я не туда попал, но ладно. Всё равно попал. Да, погоди, зря я к нему вплотную стою. У него, судя по всему, с упреждением всё ещё хуже, чем у меня, с агрессами, которые я уже сто лет в руках не держал. Ага, хорошо. Ну и замечательно. Если у врага проблемы с упреждением, наращивайте дистанцию. И всё, он просто ваше, и ничего он вам не сделает. Так, полторы тысячи, репутация уже есть. Бой менее напряжный, чем предыдущий, кстати, а результат выше. Вот и так бывает. Всё? Почти. Но это не в счёт, он последний. Хотя последнего тоже не надо недооценивать. Его в прошлом бою тоже дал этим просраться оставшимся. Но у нас, видите, просто вся команда милишников всем приходится вплотную намагничиваться на врага, поэтому стреляешь на дистанции. Но почти 1700 очков МВПХ. Здравствуй, дорогой. Стою я такой навесиком поплёвываю в сторону скопления врагов. А тут приходит Мэдисон. Так, ладно, я думаю, с Мэдисоном без меня разберутся. Ты дробовод, да? Да, ты дробовод. Ты дробовод, милишник, ёперный балет. Прямо гибрид какой. Боже, сзади что-то взорвалось. Это опять Мэдисон вернулся. И да вы чё за хороводы-то начались тут? А с чего вы меня, кстати, убить не можете? Такой пачкой навалились и всё ещё убивают. Вот это да нища. Так, ещё один отъехал. У меня тем временем полторы тысячи уже. Эй, пирожок, как твои дела? Ой, блин. Ну, какие замечательные ребята. Я офигею просто. Чё там последний? Ладно, этого загоним. Там где-то есть ещё один красный. А у меня есть ещё один АГС специально для него. Во, сейчас приеду, презентую. Во, летит, 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 летит. Это правда не тот, которого я искал? Слышь, полегче. Там ролик несущие, походу. Оба, и здесь ролик несущие. Всё, обкарнали пирожочка. Ну и ещё. Да чё ты там усираешься? Я не понимаю, всё равно у тебя ничего не получится. Боже, наивный чекласский юноша. Сейчас я тебе ещё вот так накидаю. На, 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 на. Блин, ребята вообще просто кнопки нажимают, по-моему, просто рандомно. Без какого-либо плана, тактики, чего-либо. 1770 и почти, кстати, вылез на первое место. Опять третий бой подряд. Шикарно. 29 тысяч репутации. Кстати, мы уже сбили за вот эти вот, получается, три боя, да? Мы там проверили сколько? Да, выйди своими уведомлениями. Да, за эти три боя. Это же вообще трынец, это эффективнее, чем было с копьями. Как тебе такой поворот? С прошлого боя до сих пор смешно. Это такая была вообще тщетность бытия со стороны врагов. Они так пытались вообще всей кучей. И так ничего не получилось. Почему-то. Ну, почему-то вот. Так, ладно, этих скушали. Что там? Дай-ка, наверное, левее выйду. Мы сейчас через верхушку покидаем. Кстати, те смешные... Ой, привет. Смотри, какая причинка. Да ладно, блин, АГС оторвало сразу же первым же дроном. Все, это называется похохотали, ебаненьки, как в том анекдоте. Ну, йоптертер. Вот так. Вот так. Укрепили АГС там, сделали. Один этот дрон прилетел, что-то посверлил, отпал. Отпал вместе с пушкой. Кто там? Вылезай. Я пытаюсь так заглянуть за угол. Помогает же. Это точно так же, как в уголках, когда чем сильнее жмешь клавишу у поворота, тем лучше машина поворачивает. Это как бы очевидно. Самый прикол. Тот самый вайп отряд кривые лапки, который был в прошлом бою у врага, сегодня у нас. В этом бою, точнее, сейчас у нас. И при этом мы почти в сухую у врага убиваем. Вот как это так вообще? Бывает же. Так, ладно, этот бой получился вообще какой-то ни о чем. Я тут даже ничего не успел, покатался, что-то погонял, похохотал. И на этом почти все закончилось. Где-то есть еще один. Все. 101 очко. Ну, красота. Какой четвертый бой? Какие были первые три и какой четвертый? Едем еще. Погоди, не едем. Я хотел АГС на рынке посмотреть. 396. Почти четыре сотни монет. Блин, я не могу график посмотреть. С призыка очень грустно. Ну, ладно. Один красный поехал захватывать артиллерию. Ах ты хитрая ты жопа. Кто ты? Ты кабашка, я понял. Убежал. Ну, пока. Так, ладно. Кабану тогда до свидания. Давай попробуем вот эту штуку поймать. Что это? Кто бы оно ни было, оно успело проскочить быстрее вообще, чем налетели мои гранаты. О-о-о. Как хорошо вообще целиться не надо. Так, еще немножко накидали. Плетаем мимо. Погоди, сейчас я выйду им в лоб. Это будет вряд ли очень хорошо. Что, заагрились? Да? Ну, давай, давай, давай. Их тут много. Я вряд ли даже с балкона сейчас вырулю. Но я попробую. Халяв. Так, Эдвард. Ты бы откис, малыш. Ага. Я понимаю, что мне на хвосте милек, но его потуги меня там как-то, если честно, очень мало интересуют. Опа-па-па-па. Вот то, что я в таком перегреве. Да, блин, его опять обратно пустили к артиллерии. Слушай, враги какие-то вообще. Все просто хлебушные. Хотя они пытаются, на самом деле, в мировую возможности своих крафтов и всего вот этого, но просто раз в наглую насквозь через них проехал. Потом второй раз. Во, вот что здесь опасное может быть. Но оно уже ушло. У нас союзники, ну, тоже хлебушные. Сейчас базу как бы возьмут, и все. О, ну, сейчас уже не возьмут, потому что я приехал. Что-то пытался за ботом спрятаться, да? За спинами товарища, так сказать. Пошел отсюда. Пошел. Сейчас и ты пойдешь отсюда. Ай, идиора такой сразу. Ой, какой грозный мелестник. Привет, грозный мелестник. Халлоу. Гудбай. Победа. Просто всех нахрен. Сначала несколько раз проехал, обломал им артиллерию в начале боя, покатался через них, а потом еще и вздрюкал несколько и сколько там, три фрага, два ассиста. Короче, мне кажется, на этом пока что можно в виду себе по АГСам заканчивать, потому что более чем. Сколько мы за эти бои? 40 тысяч репа. Вот так вот раз и готово. И это наземка. Стоковая кабина. Стоковая АГС. Я говорю, единственное, что здесь было не стоковая. Это вот, не единственное, ладно. Это, во-первых, у нас был боезапас. Но, кстати, он нам ни разу даже не понадобился за все бои. Даже, по-моему, стоковая был бы не нужен. Ну и плюс, здесь стояла улучшенная еще нерпа. А теперь представьте, если бы АГСики были еще апнутые. Ну, если есть желание, можем тоже посмотреть именно машину апнутую, в круг вот такую вот наземку, а также какой-нибудь ховер с АГСами в одном из следующих видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok